На телеканале ЛАБА время новостей. В студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Первые лица района и города встретились с представителями старшего поколения. В городском домикультуре состоялось мероприятие в честь Дня пожилого человека. 90-летию Лабинского района посвящается истории Лабинского аэропорта и общения с его сотрудниками в стенах музея. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Ученики 4-й школы побывали в Атамане и планируют новые экскурсии. 1 октября отмечается День пожилого человека. Накануне представители старшего поколения побывали на праздничном концерте в городском доме культуры. За плечами многих военные годы, долгая трудовая деятельность на благо развития страны. На праздники в адрес тех, кто отмечает этот день, прозвучали слова благодарности и признательности от первых лиц города и района. Рассказывает Екатерина Клименко. На праздничный концерт городской дом культуры пригласили представителей старшего поколения. Мероприятие посвятили Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. В главном зале собрались ветераны войны и труда, почетные граждане, труженики тыла и многие жители, которые многолетним трудом заслужили признательность. Первым к залу обратился заместитель главы района Александр Демченко. Я хотел бы поздравить всех людей старшего поколения, которые дороги нам, которые близки нам. Я хочу пожелать вам всем здоровья крепкого, бодрости, активности. Я хочу пожелать активного долголетия. Счастья вам. Я хочу пожелать, чтобы вас радовали успехи и достижения ваших детей и ваших внуков. И пусть вашу жизнь согревает любовь, внимание, уважение и забота ваших родных и близких. С Днем пожилого человека. Со словами благодарности и пожеланиям здоровья и долголетия перед старшим поколением выступил глава Лобинского городского поселения Алексей Матыченко. Много добрых слов в этот день прозвучало в адрес тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Ирина Городняя, председатель Совета ветеранов войны и труда, поблагодарила собравшихся на праздничном мероприятии за трудовой вклад в развитие нашего района, за мудрость и патриотизм. Сегодня вы сидите в этом зале, о вас говорят самые добрые, хорошие слова. И действительно, это праздник и вашей молодости, вашей юности. Именно вы должны быть окружены заботой государства. Именно вы должны быть окружены заботой своих родных и близких детей. Спасибо вам. Пусть каждого из вас и вашу семью хранит Господь. Спасибо вам. Отличным подарком для взрослого поколения стали выступления творческих коллективов. В программе концерта любимые казачьи песни ансамбля «Забава», которому с удовольствием подпевал зал. Порадовали своих бабушек и дедушек детские коллективы. Школьники подарили отличное настроение и заряд бодрости на долгое время. На этой неделе 4 октября в Лобинске состоится празднование 90-летия района. Цикл мероприятий к этой дате проходит в музее истории краеведения. Когда-то в Лобинске был собственный аэропорт. Регулярно осуществлялись воздушные перевозки. Сегодня это уже история. О работе аэропорта подрастающему поколению готовы рассказать его бывшие сотрудники и помогают в этом музей. Лобинский аэропорт гражданской авиации был образован в 1954 году. Если сначала к нам прилетали только кукурузники Ан-2, то уже в 60-х годах аэропорт стал принимать 24-местные пассажирские самолеты Ли-2, а затем и 52-местные Ан-24 и турбовинтовой самолет Ан-24. В 1979 году появились комфортабельные 15-местные самолеты Л-410. Кроме пассажирских перевозок, Лобинский аэропорт осуществлял транспортировку скоропортящейся продукции по заказам хозяйств района. В Лобинском музее истории и краеведения имени Федора Ивановича Моясенко продолжается цикл мероприятий, посвященных 90-летию Лобинского района. В рамках этих мероприятий проводятся встречи с тружениками района, с людьми, которые трудились на предприятиях нашего города и нашего района. Почему мы сегодня уделили особое внимание Лобинскому аэропорту? Ну, наверное, потому, что долгое время страницы его истории нам не были известны. Мы мало что знали о людях, которые там трудились, мало знали о функционировании аэропорта, какие самолеты летали, собственно, какие перевозки, пассажирские, грузовые осуществлялись воздушным транспортом. То есть история воздушного сообщения в Лобинском районе, она, конечно, для некоторых людей была известна, но, тем не менее, такого широкого спектра и широкого освещения эта тема не находила. Зоя Андреевна Вильготская с 1974 года работала в Лобинском аэропорту агентом по продаже автоперевозок. Сегодня она пришла на встречу с подрастающим поколением, чтобы вспомнить и поделиться историей Лобинского аэропорта. Пассажирские перевозки в основном осуществлялись только с краевым центром и городом Краснодара. В 70-х годах осуществлялись перевозки продовольственные, то есть фрукты вывозили в Москву, в Питер. Началась клубника, вишня. Потом консервный завод тоже отправляли мы продукцию консервного завода. И санрейсы летали очень часто, потому как раньше не было таких больниц, скорых помощь, которые доставят быстро больных. Очень часто прилетали санрейсы авиационные. Потом химики. Рядом база у нас склады, химсклады и летали химрейсы. Выполняли по всему району, ввели санобработку. Вспоминаешь те годы, вот 1974 год. Выполнялось 12 рейсов АН-2. В день? В день. Два рейса АН-24. Это же по 50 мест только АН-24 были. Мы были очень загружены. У нас работало два кассира и посадочный контролер. А потом все меньше стало развиваться уже автобусное сообщение, автомобильный транспорт развился. И уже стало меньше и меньше людей. И как бы уже впоследствии эти АН-2 списали, закупили Л-410 чешские самолеты. Но, к сожалению, спад пассажиров пошел. К концу 80-х годов в связи с высокоразвитым автобусным сообщением число внутренних авиарейсов в Краснодарском крае постепенно сокращалось. В 1992 году Лобинский аэропорт гражданского воздушного флота был закрыт из-за неретабельности местных авиалиний. Сегодня, как и много лет назад, в здании, где был аэропорт, находится Лобинская метеостанция. Сотрудники двух предприятий и тогда работали под одной крышей. Сейчас зал ожидания в запустении. Но сохранились карта воздушных линий, правила для пассажиров и другая наглядная агитация. Когда закрылся аэропорт, прилетала санавиация. Сейчас почему-то не летает. Может быть, на машины стали комфортнее. Я не знаю. А сейчас иногда прилетают милицейские, полицейские вертолеты. И военные иногда используют наш аэродром по договоренности. О том, что здесь когда-то находился Лобинский аэропорт, напоминает и дорожный указатель. В памяти многих жителей, не только сотрудников бывшего предприятия, остается тот факт, что когда-то в Лобинске осуществлялось и воздушное сообщение. А может и в будущем на этом поле будут приземляться пассажирские самолеты. Екатерина Клименко, Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одно из направлений деятельности предколлектива 4-й школы. В этом году школа планирует провести много мероприятий по истории родного края. В сентябре группа школьников вернулась из этнографического комплекса «Атамань». Своими впечатлениями о поездке они поделились со съемочной группой. Планируя эту поездку, мы для себя поставили задачу, что она должна быть комплексной. Поэтому мы не только посещали этот музейный комплекс, но и мы также провели прекрасную экскурсию в историческом музее «Атамань», где одна из сильных в стране экспозиции по истории Древней Греции. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одно из направлений работы педагогического коллектива 4-й школы. В этом большой роль играет изучение истории родного края и в первую очередь познавательные экскурсии. Благодаря таким поездкам учащиеся приобщаются к культуре народов, живущих в нашем регионе. У детей формируется потребность в культурных и духовных ценностях, уверены учителя. Посетив музейные комплексы в «Атамане», ученики узнали много нового для себя. Это была очень познавательная поездка для детей, прежде всего, в целях практики. На деле посмотреть, как жили наши предки, как они поселились на Кубань, как они строили свои жилища, чем занимались. Это было очень интересно для них. Мы выходили в крестьянскую школу, и там мы видели всякие изобретения маленьких людей или подростков. Также нам удалось попасть на Каза-кафе. История Кубани очень интересная и очень хорошая, что мы ее изучаем. Это очень важно для нашего развития. Мне больше всего понравилась хата Бабы-яги и дом рыбака. В хате Бабы-яги мы заходили в дом, смотрели, как она жила. Мы еще ходили по музеям, музеям археологических раскопок. И нам еще показывали раскопки, доисторических раскопок. И нам было интересно, как жили наши предки-казаки. Где они спали, где они ели, как варили себе еду. Этот учебный год будет насыщен ознакомительными экскурсиями, говорит директор школы. Запланированы поездки по памятным местам и множество мероприятий благотворительной направленности. Планы у нас посетить храмы. Первые храмы на Кубани – это в Атранинском районе, хутор Ильич. Мы также хотим посетить древние храмы христианские в Архизе. Затем у нас в плане посещения духовной семинарии художественную мастерскую по изготовлению икон в наших планах посетить. И также по направлению помощи детям, которые находятся, скажем так, вне дома, в детских центрах, в больницах. Посещение также мы планируем и домов инвалидов, как и в прошлом году. Мы проводили акцию неоднократно по помощи пожилым, престарелым людям. Ну и ряд очень многих других мероприятий, которые мы традиционно выполняем с помощью наших детских общественных организаций. Это «Юные жуковцы», «Союз защитников прав ребенка» и «Биоком». Пришло время узнать о погоде, и я передаю слово Ирине Бирюковой. Ира, каковы прогнозы? 1 октября, по прогнозам синоптиков, сохранится небольшая облачность, ожидается усиление ветра. Подробнее через несколько минут. Этот выпуск новостей подошел к концу. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин